К другим темам Элисте присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Указ об этом подписал накануне глава Калмыкии Батухасиков. Символично, что всю необходимую символику главе города Николаю Арзаеву вручили сегодня в день освобождения Степной столицы от фашистских захватчиков. Поздравляю вас! Год действительно знаменательный. И заключительный аккорд этого праздничного года, памятного года – это вручение городу этого звания. Спасибо всем за это звание. Мы будем с честью и гордостью нести его. Сейчас о погоде. В Управлении МЧС предупреждают, что сегодня в юго-западных районах Калмыкии ожидается сильное гололюдно-изморозевое отложение. По данным Росгидромета, в Калмыкии переменная облачность. Прогнозируются осадки. Температура воздуха от нуля до шести градусов тепла. На северо-востоке минус два. В Олисте пасмурно. К вечеру, возможно, небольшой дождь и снег. Днем плюс один, ночью около нуля. Ветер восточный 4-5 метров в секунду. Влажность свыше 90%. Ждет своего открытия государственный концертный зал. Второй этап строительства, которого уверенно идет к завершению. В поддержку культурных инициатив на реконструкцию здания еще в 2018 году было выделено 80 миллионов рублей компании «Лукойл». Это, в свою очередь, повлияло на скорость по выполнению плана. Сейчас зал филармонии на этапе отделки. Дело осталось за малым. Настелить ламинат, обустроить оркестровую яму, выходы на сцену и освещение с разных ракурсов. Продолжается работа по пожарной безопасности. Красотой отличается полностью от ремонтированной 4 фойе. Пол в каждом из них выложен праморной плиткой. Последние же штрихи, такие как установка кресел и кулис, запланированы на самое начало грядущего года. А открытие ожидается уже в первом квартале. К другим темам. Глава Калмыки принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желания». В ее рамках Батухасикова исполнит мечты 12 жителей республики. Рад и в этом году присоединиться. Хорошей традиции. Совсем скоро ребята получат свои подарки, поделился глава республики. И напомню, это акция всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной», которая проходит в новогодние праздники. Ее участники – дети от 3 до 17 лет и пожилые люди от 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или испытывающие жизненные трудности. В прошлом году подарки от главы республики в рамках этой акции получили три маленьких жителя Калмыкии. Я напомню, что сегодня выходной день. Отдыхать жители страны будут до 10 января включительно. Но с нашими телезрителями мы будем встречаться ежедневно. Уже завтра увидимся на телеканале «Россия-1» в 21.10. А вот в эфире «Россия-24» мы ждем вас 11 января. Итак, вот-вот в окошко постучится Новый год. Проведите праздник в семье, подарите друг другу тепло и счастье. А ровно в полночь не забудьте загадать желание, и оно обязательно сбудется. С Новым годом! Берегите себя! До завтра! Новый год Новый год